Пишем. Вот короткий, правда, теперь. Пишем, да? А, все пишет. Тебе только ваше, если у нас писатель и все? Ну, два. Два первого, да? Еще раз здравствуйте. Я хотел бы представить вам свой проект под подавленным названием «Как обучать водителей, чтобы они соблюдали правила». Начнем с проблемы. Проблема нарушений на наших дорогах стоит сейчас особенно остро. По статистике за 2012 год до 85% всех аварий на дорогах, они происходят по мене водителей, то есть при нарушении правил дорожного движения. В чем же причина этого? На мой взгляд, причин две. Основная из них – это, конечно, влияние внешней среды, в которой находится водитель. То есть это другие водители, это стереотипы в обществе. Вторая причина – это, конечно, неэффективность обучения в автошколе. Почему же в автошколах у нас учат неэффективно? Автошколы – это коммерческие организации, преследующие цель максимизации прибыли. Поэтому они скорее преследуют вторичную цель – подготовить учащегося к сдаче экзаменов ГИБДД. И они оптимизируют свою программу исключительно для этой цели. Потому что иначе, если они будут увеличивать программу, стоимость обучения у них будет больше. И к ним никто не пойдет, пойдет к их конкурентам. В таком случае, в нынешнем обучении в автошколе есть два серьезных недостатка. Первый из них – это отсутствие какой бы то ни было мотивации к изучению и пониманию правил для учащихся. Почему так происходит? В автошколах сейчас в основном рассказывают, как надо соблюдать правила. Для этого отводится 99% времени. Но нет ответов на базовые вопросы для новичка-водителя. То есть, откуда взялись эти правила? Кто их придумал? ГИБДД, чтобы штрафы собирать, например. Например, почему правила именно такие? И так далее. То есть, без этих базовых ответов водитель не может понять для себя, почему он должен соблюдать, почему это выгодно именно ему. Соответственно, как я предлагаю решить эту проблему? Включение в программу обучения двух элементов основных. Первый из них, соответственно, это прояснение роли ПДД. То есть, ПДД на самом деле нам, водителям, нужны. Почему? Потому что они решают важнейшую нашу проблему. Дороги-то у нас в России общие, а проехать нужно всем. Проедет первым кто-то, кто быстрее или у кого броня толще. Непонятно. Так, правила, они для этого и нужны, чтобы мы все вместе могли ехать по одной общей дороге. Это нужно донести, соответственно, до водителей. Второй момент, соответственно, это убедить водителя в том, что ПДД является лучшим решением задачи водителей. Другого, более лучшего решения просто нет. На самом деле его просто не существует. Следующий шаг, это, конечно же, добавить в обучение элемент вовлеченности. То есть, например, преподаватель рассматривает типичные дорожные проблемы и предлагает учащимся выступить в роли авторов правил. Ребята, вот такая есть проблема, машина, надо разъехаться. Как бы вы ее решили? Все начинают думать, предлагать. Преподатель все критикует, разносит и говорит, решение исправит. И все для себя соглашаются, что действительно, это решение самое лучшее. И принимает его охотнее для себя. Вот она, мотивация. Дальше, соответственно, необходимо включить в программу краткие сведения об эволюции правил. То есть, нужно показать, какими они были неуклюжими в начале, например, 20 века. И какими они стали сейчас. То есть, акцент в том, что над этими правилами работали лучшие умы мира, так сказать. То есть, они появились в результате огромного количества аварий и жертв. И они только как раз появились, чтобы мы их могли избежать. Вот. Следующий, переходим ко второму основному недостатку текущего обучения. Это отсутствие денежного ориентира по решению водителя нарушать ПДД. То есть, нет ответа, сколько стоит нарушать ПДД. Такого ответа сейчас в автошколах не дают. Нет оценки нарушений. И желательно в валюте, да? Вот. Что тут делать? Тут, действительно, если такой оценки нет, то у меня есть два пути. Я могу соблюдать правила и могу нарушать правила. Если я нарушаю, то я, например, выигрываю одну минуту на перекрестке, да? Но очевидно, что я за это что-то должен заплатить в среднем, да? И если у меня такой информации нет, то при прочих равных я буду нарушать. И это более выгодно. Мне про цену никто не говорил. Что тут делать? Тут нам приходит на помощь простейшее использование теории рисков и теории вероятности, соответственно. Вот. Эта методика я применил для Красноярска и рассчитал, сколько стоит нарушать правила в течение года. И оценил риск, соответственно, если человек нарушает правила в течение года, риск финансовых потерь от ДТП по его вине, которое может случиться. От дополнительного риска, который возникает, потому что человек начинает нарушать. Вот. И эта оценка получилась 4900 рублей в год. То есть это больше нескольких дополнительных налогов в год. Транспортных. Вот. Соответственно, идем дальше. О, время осталось. На всех смысле? Что? То есть сумма затрат на всех автомобилистов Красноярска? На одного. Ну, откуда эта цифра? На всех. На среднем. Да, да, да. Это все, конечно, средняя оценка. Мало того, эта методика, она прошла, так сказать, первичный экспертный отбор и была напечатана в нашем журнале, в всероссийском экономическом журнале ЭКО. По каким городке несут экономику такое дело. Вот. Идем дальше. Значит, соответственно, два этих решения он рассказал. Наверное, рассказать про стадию проекта на данный момент. То есть что есть на данный момент? Есть какие-то новые элементы, которые можно включить в программу обучения, сделав ее гораздо более эффективной. После этой программы водитель будет сформирован не слепым исполнителем, как его сейчас делают, да? Ты обязан соблюдать, да? А иначе мы тебя штрафуем. А он будет сознательным, заинтересованным участником дорожного движения, которому выгодно и эффективно соблюдать. Вкратце, наверное, это все. А, ну еще, с другой стороны, у меня там, конечно, еще есть некоторые идеи. А, вот еще, кстати, интересная практическая идея. Это сейчас у нас господствует на дороге практика эго-вождения, да? То есть когда мы воспринимаем на дороге всех как помехи, которые необходимо объехать. А антитезис этому это эко-движение, не эго, а эко-движение. То есть экосистемное движение или взаимосвязанное. И в своей статье я объясняю, почему оно делает более эффективным, как весь, трафик движения. Если мы будем двигаться взаимосвязанно так и, соответственно, для конкретного человека, да? То есть это ему придаст больше эффективности в передвижении. Например, такая граничная ситуация. На самом деле уже мало времени, поэтому примеры приводить не буду. То есть, наверное, расскажу про статус проекта на данный момент. Есть вот эта концепция. Я попробовал предложить ее нашему Минобруб, который, между прочим, в понедельник, в этот понедельник, закончил общественное обсуждение по измененным программам обучения для новых категорий. К сожалению, ответ оказался отрицательным. Поэтому встает вопрос... Я продолжаю считать, что проект актуален, имеет потенциал. Поэтому, видимо, встает вопрос, как его можно, например, монетизировать для того, чтобы все-таки кому-то предложить и создать первые успешные прецеденты в использовании. Например, в какой-нибудь отдельно взятой автошколе. А потом этот опыт, соответственно, можно тиражировать и так далее. Ну вот, и, соответственно, вопросы, которые я хотел бы... Идейная поддержка, да. Вопросы, как бы ты вспомнил вопрос, на которые мы могли бы тебе набросать идеи и ответов? Ну, вопрос, например, очень простой. Как, например, можно этот проект монетизировать? То есть, мне вот, например, озадачили его на Тедексе. Евгений меня Дубровин озадачил, и на самом деле я вот, как бы, ответов на него пока не нашел. Вот, и второй момент, соответственно, как его можно попытаться в идеале, да, чтобы аварий и жертв на наших дорогах стало меньше, все-таки донести его до верхов и принять, ну, так сказать, какие-то элементы отсюда на уровне страны, чтобы это стало, так сказать, стандартным обучением в автошколах, чтобы в наших автошколах учили эффективно. А автошколы для вас вот только автошколы? Просто, вот, ну, правила знать нужно быть не только тем, кто за рулем, и тем же, которым сказать первую идею. Да, то есть, предложить эту идею какой-нибудь дорогой школе. То есть, вот, не с тем, что образование, а вот мамочкам из конкретной школы, там, где, ну, не самая закрабесная, а, скажем, как, дорогая школа, под лозунгом, что это образование необходимо всем детям. Не в тот момент, когда он купил машину, научился, как раз у них в это время куча таких историй, машину купил, быстренько научился и тут же разбился. Вот вы, типа, научите своих детишек сейчас, по уму, как надо. Аптолия, интересно. То есть, начинать со школы. То есть, идея в том, что мы начнем со школы. Всеобщее образование, да, нет. Вот продаться в какую-нибудь школу, дорогой. Попробуйте, пока они мне подобрали. Идея следующая. Сделать интерактивную, то есть, в интернете, платформу и продать ее сразу всем школам. Продать школам. 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 Детям. Но это, получается, тоже нужна именно, как бы, программа именно, обучение прямо... Да, чтобы человек зашел и ее прошел. До конца, да. То есть, это уже не организация, это уже, как бы, создание... Идея. То есть, создать портал, да? Портал и продать всем школам. Портал и продать всем школам. Что там дополнительное образование, видео. Следующая идея. Есть такая штука сейчас, продвижение, это рисовалки. То есть, когда ты рисуешь и в этот момент рассказываешь. Это такой способ продвижения. Такие мини-ролики на 3-5-7 минут легко читают, ну, слушаются. И легко через это донести достаточно сложные идеи. То есть, сделать такой ролик и запустить его в интернете, короче говоря. То есть, если его сделать в интернете, на ютубе, если его сделать достаточно прикольным, с юмором, с рисовалками, с примерами и так далее, это может быть просто пойти вирусная реклама. Можно найти родственный проект. который есть, то, что нет у тебя, и у которого нет того, что есть у тебя. И, собственно говоря, слиться с ним и довести до цели. Кирилл, вы хотите чайник? Вопрос, как монетизировать. Если есть автошколы, на сегодняшний день платят там. То есть, вопрос, как продать автошколу. Но идея такая, то есть, сделать точный, ясный, упакованный формат. То есть, автошколы, моя гипотеза или идея заключается в том, что если будет ясный, упакованный формат, может быть, с видеофильмами, с распечатанными материалами, с примерами, с красками, с плакатами, которые ты пришел и говоришь, вот у меня четко, ясный, упакованный формат. Если вы это добавите, то вашим водителям будет прикольнее, короче говоря. Добавить еще, я в две увидел, третью полочку, да, то, что не относится к правилам дорожного движения. К примеру, смотри, я еду по главной дороге, ты выезжаешь со стовостепенной, я обязан тебя пропустить. Но если мы идем в потоке, я четко понимаю, что ты будешь стоять там до ночи. И в этом плане, заметь, наступает такой момент, когда я, вопреки всех правил, я действую ровно противоположно, чем ты говоришь. Я нарушаю правила, я останавливаюсь, я пропускаю тебя, ты не моргаешь и едешь, понимаешь? И правилами такие отношения описать, в принципе, невозможно. Правила не бывают такие, что ты едешь, пропускаешь, а в какой-то момент, нет, он пропускает тебя. Такое мнение, идея дополнить третью полочку, это культура отношений на дорогу. Культура отношений на дорогу. Денис, а мы можем только, если не идея, а вот даже мышление как-то тоже можно. Ну вот мне очень это понравилось, мне понравилось все. Как изложен материал, сама идея, мне прямо гениальность это кажется. Ну сколько гениальность, то и сложный, потому что я видела дороги во Вьетнаме и в Индии, и там нет никаких правил, ни там, ни там, но вместе с тем, что-то такое, внутренняя какая-то культура, я сказала, родовая, что ли, решает эти вопросы, где велосипедиста, рикшоу в Вьетнаме пропустят обязательно. Вот все встанут и пропустят огромным потоком, а в Индии они обнимутся, даже если шоркнутся, они встанут, все будут стоять, молчать, они выйдут, как старые друзья, обнимутся, и никто не смеет возразить. К чему это я? Как старый водитель я не могу быть равнодушной к этой идее, но я хочу сказать, что корни, на мой взгляд, далеко уходят просто в истинную культуру людей. И когда меня пропускают из двора человека, или я выпускаю всегда из двора человека, или мы мигаем, предупреждая, то есть это никакими правилами не описать. На мой взгляд, если в общем нашему государству безразлично, что будет, или они не считают нужным, как-то и специально изменить, вы ничего не сделаете. И идея? Искать надо. Через совершенно какого-то такого же фанатично заряженного на эту идею, либо директора автошколы, либо директора просто школы, через одного, не масштабно, где все это было вот так, а через какого-то совершенно конкретного Ивана Ивановича, который скажет, слушай, ты вообще молодчага, давай-ка вот на моей площадке. И из уст в уста, из уст в уста. Пока, Судя, вы говорили, еще одна идея родилась. Идея хорошая, ее надо упаковать. Если ты ее упакуешь, четко, ясно и понятно, на каком-либо внешнем носителе или сайте, то можно создать народное движение. То есть людей, которым понятно, в чем твоя суть идеи, что они ее просто поддерживают. Если на этом сайте просто запустить народное движение, людей, которые понимают суть идеи, и они ее поддерживают. Если таких людей соберется 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч, то это уже, собственно говоря, сила, с помощью которой можно влиять на государство, делать ей предложения и прочие разные штуки. Если на государственном уровне они внесут, чтобы автошколы ввести обязательно вот эти, вот эти, вот эти, вот эти пункты, то о чем ты сейчас говорил, то тогда не его продукт купит. То тогда он тогда будет продукт. Ну, Сделай свои руководки. Вот у меня сейчас, как ты говорил, возникла идея смиропонимки. Может быть, знаешь, там, где можно с массы собирать деньги на осуществление какого-то проекта. Создать, допустим, свою автошколу, в которой будет именно это. И раскрутить ее так, что она прям... И наверняка, если это находит такой отклик, если действительно как гениальный идею... Создать свою школу. Да. Хорошую идею. Создать свою автошколу. Такое авторское первое... Народное движение. Народное движение, в котором люди, где своих сыновей, там, дочек, которые подрастают, и люди говорят, я хочу в новой автошколе. Я хочу в новой автошколе. И люди пойдут туда не потому, что только ради корочек, а потому, что ради идеи и поддержки. Создать свою автошколу. Я бы на этом никогда не додобался. Время доходить. Спасибо большое. Ну что, твоя гласинка закончилась. Что было ценным для тебя? Скажи, что было ценным? Каждая идея, то есть, меня принесла что-то новое, вот, и как бы я взглянул на это, на этот проект помогло заглянуть со стороны, вот, в частности, да, от идеи развития масштабного, как, я уже отказываюсь, потому что масштабе как-то это очень все тяжело двигается, и, ну, нужно как бы переходить, да, вот, конкретики, то есть, ну, места. Что из идеи особенно циклонома? Предложение Андрея. В общем, идея. Вот, и просоздать свою автошколу, я, честно, меня сейчас-то немного перевернулось, но, как бы, я просто никогда бы об этом вообще не задумался, даже как-то людей, это прям потрясающе, спасибо. Ну что ж, давайте поддержим капитана. Спасибо. субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok